Привет друзья! Сегодня мы разберем видео гипнотиз.ави. Однажды, три подростка нашли в мусорном баке, стоящем около их дома, ВХС-кассету. Они, наполненные восторгом перед открытием, забрали ее к себе домой. Затем они взяли у родителей старый видеомагнитофон. Кассета никак не хотела воспроизводиться, но после 14-й попытки изображения, наконец, появилась. Сначала видео показывают статический экран, таблицу. Затем появляются помехи и страны иглу. На 12-й секунде появляется глаз. Он крутится и смотрит куда-то вдаль. В зрачке видна лишь пустота, страх и отчаяние. Затем появляются помехи, снова глаз. На этот раз, он становится все искаженней. Затем он мелькает разными цветами и дергается. Затем на последних секундах, появляется рука, затем текст. Видео заканчивается. После просмотра двое подростков, из-за слабой психики, покончили жизнь суицидом. Третий передал пленку правительству и исчез навсегда. Многие поговаривали, что он сошел с ума, другие говорили, что он просто уехал в другую страну и скрылся. А теперь смотрите. История фейк, учитывая, что события в ней нереалистичные, что видео много кто смотрел и никому не было плохо, а самое главное, что видео буквально кишит стандартными эффектами Sony Vegas'а. Так что это не может быть VHS-кассета. Ладно, теперь лучше разберемся откуда пошло видео. На ютубе первое появление датируется 31 декабря 2012 года. В описании под этим видео написано, что оно найдено в мусорном баке на VHS-кассете. Тут надо понять, что было раньше, история, или описание под видео. Надо обратить внимание на название видео, архивы крепипосты. Значит это не первое видео, а история появилась раньше. Еще хочу сказать про команду NP4NP из прошлого разоблачения. Они пишут, что кто-то слил этот видос раньше времени, раньше времени на несколько лет. Ну чё, сделал видос? Да, сделал. Только я собираюсь выложить его через несколько лет. Ну-ка. Ой, боже мой, потихо. Тут все совсем запутанно, логично предположить, что видео пошло с запада, но в конце ведь есть надпись гипнотизировать. Я же могу рассказать свою хронологию. Один человек, скорее всего американец, наткнулся на какой-то смертельный файл, такой как 6996, или 3 закона о вечности. У нас принято называть смертельные файлы на английском. Вот он посмотрел, перевел в интернете историю, и она настолько его впечатлила, что он решил сделать свой файл. Он решил сделать его в российском стиле, поэтому перевел слово хипнотиз на русский и вставил в конце. Потом, из-за этого слова видеоролик стал не менее популярным в России, а также Испании. Испанцы почему-то тоже любят смертельные файлы. Еще есть знак того, что история была переведена на русский с какого-то другого языка, в истории постоянно повторяется слово «затем». Это конечно обидно, что первоисходник и автора я не нашел, но я привел достаточно доказательств, чтобы сказать, файл гипнотиз.ави не является подлинным. Субтитры создавал DimaTorzok